Итак, поселение амазонок-нимфоманок где-то в этой области. Я посмотрел по карте, и я подумал, если мы перепрыгнем это, уже к вечеру они будут душить нас своими горячими бёдрами. Да, круто, но очевидно мы не можем это перепрыгнуть. Придётся искать обход. Что? Да мы легко это перепрыгнем. Как? Двойной прыжок. Что это? Что? Двойной прыжок? Да. Что это такое? Что? Скажи-ка это мне ещё раз. Что сказать? Спроси меня этот дебильный вопрос ещё разок. Что такое двойной прыжок? Что такое двойной прыжок? Ты шо упоротый? Возможно бы, но сейчас не об этом. Понятно, Роун, это как прыжок, но он двойной. О, еб***ь, теперь понятно, теперь я понял, отличное объяснение было. Ладно, хрен с тобой, я разжую тебя. Ты готов, долбач? Точно готов? Сам долбач. Это прыжок, а потом, сейчас нежданчик, второй прыжок. О, круто, я понял, круто. То есть нужно всего лишь смотри. Итак, прыжок и прыжок. Но в чём прикол, есть же прикол в этом. Я до сих пор не на той стороне пропасти. Как? Почему не сработало? Да потому что, долбанат, ты натрия, ты неправильно, ты... Ты прыгаешь, потом прыгаешь ещё раз, отталкиваясь от воздуха. Первый прыжок, а самую прыжок увеличивает высоту или длину. От воздуха, отталкивается от воздуха, правильно? Да. То есть воздух материализуется у меня под ногами. Или там появляется какая-то невидимая платформа. О, не, я знаю. Походу, нужно иметь тупую кучерявую башку, и кудли переносят тебя через пропасть. Ты... Тупорез. Это я тупорез? Да? Да, смотри, это я сейчас тебя показываю. Ээээ, а как мне кокушонка отложить? Эээ, как задавить проститутку в ГТА? Мне нужна машина? Как мне давить вот кучеряшку? Это ты, между прочим. Такое о чем забыл, Бен. Ты привёл в привет совершенно резонные вещи. Как и двойной прыжок. Каждый может задавить бегучую проститутку в ГТА, Бен. Так же, как каждый может делать двойной прыжок. Ах, какой ты кучерый, Бен. Да что в тебя, Роуэн? Хорошо, хорошо, хорошо. Тайм-аут. Вот что сейчас будет. Смотри. Я сейчас сделаю двойной прыжок через эту пропасть и пойду ебать к нимфоманок. С удовольствием посмотрю, когда ты ошибёшься в котлету, Бен. Нет, я сделаю двойной прыжок здесь. А ты, если хочешь до конца дней своих стоять по эту сторону пропасти, твои проблемы, Бен. Твои проблемы, мне пофиг. Шо ты делаешь? Я сделаю двойной прыжок. Что, что ты? Воу, 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 воу. Опа-на. Шо это было? Это б**ть двойной прыжок. Итак, нам нужно зачистить ещё один лагерь бандитов. Шо, может пососёмся? Можно, а секрет укладки расскажешь мне? Важна не столько укладка, сколько защита от влаги. Что, где? Собрано 100 грибочков. Что ты там делаешь? Брид. Ты хоть представляешь, что это? Это грибочек. Грибочки, это у тебя между пальцами, бро. А это красно-пятнистый имба-гриб. Оу. Я так долго искал этот последний гриб. Я 99-й и 100 нашла, ещё когда у меня сиськи не выросли. Я понял, понятно. Теперь ты ачивку какую-то разблокировала, да? Слушай, может ты распоро сиськи уже свои вспомнила? Пойдём там... Чпок. Брид. Я сейчас съем его. Ну ешь. Я съем его. Окей. Нет, Бен, ты не понимаешь, я реально съем его. Да, я, если честно, вообще ничего не понимаю. Просто ешь его и пойдём. Хорошо, я сейчас его съем, я точно его съем. Да ты заколебала, ешь уже. Не подгоняй меня, я съем. Максимально похер. А потом чпок. Да я не верю уже. Мне так не терпится. Так. Хочу насладиться моментом. Или ешь его, или я тебе сейчас что-то другое в рот запихаю. Хорошо, но сначала гриб. Нормас. Такой вместительный. Ням-ням. Пойдём тогда, тут огромное местечко есть. Твою мать! Брит? Брит? Ой. Это типа магия перевоплощения? Да могла просто сказать, что голова болит. Хотя, смотрится интересно, наверное. Так это что, у тебя теперь типа суперсила такая, и ты типа можешь стоять и быть грибом, да? Аллоу. Брит. Брит. Стопэ. Это что, намёк на американский пирог? То есть что, просто проковырять дырку, или... Да не пойму эти твои намёки! Так что мне делать, или мне просто идти дальше по квесту? Ладно, ну... Я тогда пошёл. Или... Пирог? Или... Да блядь, что за... Брит! Нет. Гриб, ебать. Во имя мира в королевстве! Тихо, 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 тихо. Воу, стелс прокачал, страшненько въебал. Что, пошаримся по карманам? Я видел, что ты сделал. Что за... Вас обнаружили. Что? Нет, какого хрена? Как? Что? Да, ты обнаружен. Хрен, я же вальнул тебя! Ничего важного не задел, лох. Ржавый медь в животе, но ничего не задел? Сегодня шо, 1 сентября? Это я поднял тревогу. Что? Как? Я же буквально убил тебя! Ну убил и шо? Тогда какая нахрен тревога? Не, всё по чесноку. Я повернулся. Я обнаружил тебя. Я активировал тревогу. Как? Какой жопой ты активировал тревогу? Не жопой, но у нас есть секретики. Ну допустим. И что же там за секретики? Я очень резкий. Я повернулся. И успел активировать тревогу. Нет, ты не успел. Ты повернулся. И я вальнул тебя. И ты сдох. И ты не успел активировать тревогу. Сегодня каждый может активировать тревогу в лесу. Но не каждый может это делать. Да не активировал ты ничего. Колокол звонит по тебе. Не должен он звонить, ты не активировал его. Он шарится где-то здесь. Я найду его. По нём звенит колокол. Он знает, что ты здесь, потому что я поднял тревогу. Да как ты это делаешь? Назвался груздем. Полезай в кузов. Еб***ные читеры. Чую запах горячей жопы. Нет, 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 нет. Валите нытика. Да камон, я же мастер остается хак. Нет, ай, ой. Мои пиздяки. Во имя Кира в моролевстве. За короля и государство. Во имя мира в королевстве. За короля. Капец, чувак, эти орки насовали мне. Да, рот у тебя не рабочий. У тебя хилки есть? У меня только плойка, извини, бро. Может здесь травушка хилящая какая-то есть? Какая ещё травушка? Может это? Чё ты взял, что она хилит? Под ней насрано, вряд ли бобёр срал бы где попало. Воу, ты что делаешь? Нельзя есть каждый куст в лесу, под которым кто-то насрал. Надо надеяться, что он исцелит тебя. Да, можно, почему нет? Что можно? Отравление. Ладно, не всем можно, этот был ядовитым. Вот именно. Вот что ты получаешь, когда ешь рандомное говно в лесу. Берг Грилс постоянно говно ел, а он выжил. Фотошоп, ничего он сам точно не е... Адам! Что? Хватит есть рандомное говно! Почему? Защита повышена. Эта хрень дала мне баф. О, серьёзно? А какой? Защита, походу. Ой, короткая, как хрен на морозе. Хорошо, всё же, вместо того, чтобы есть рандомное говно... Ну шо за дебил? Ой! Невидимость. Обалдеть, я теперь невидимый! Что? На одну секунду? Адам, пожалуйста, хорэ. Мы можем пойти к торговцу и просто купить у него хилки, да твою же мать. Сила. Да некуда, я и так имба. Простата увеличена. Да некуда уже больше. Вот это может быть. Сто очков к Гриффиндору. Мана. Хуяна. Что? Может, этот? Что это? Сырнички от Юлии Высоцкой. О, нет. Твою мать, Адам, хватит! Ну что, это же здесь должно быть, что вылечит меня. Что? Да нет никакой гарантии, что хоть одно растение здесь вылечит тебя. Есть только один способ это узнать. Неправда, это вообще не так. Есть куча способов узнать это. Хорошо, еще один, пробуй. Нет, хватит уже. Всего отсюда. Иначе тебя убить может. О, грибочек. Адам, х***, хватит. Вот это поворот. Адам, мы бы сэкономили кучу времени, если бы просто пошли в город, нашли торговца, и там-то твою мать! Адам? Брит рассказала тебе, что я сделал с ней. Не дождешься. Я не стану даже... Хотя, с другой стороны... Вы бесите меня с грибами этими. Сильно бесите. Адам! Зачем провоцировать меня и добавлять это в игру? Почему так легко стать гри... Ну вот куда тебя трахать? Ну вот откуда ты это сказал? Откуда ты это сказал? Нет. У меня нет столько очка, сколько мне вырвал этот босс. Как его вообще можно победить? А как бы не поворачиваться к нему жопой для начала? А вообще, мне кажется, там нужно больше хилок. Если бы у меня было в 10 раз больше здоровья, я бы вольнул ламус пожирать. Видимо, что нам поможет, это затариться хилками. Поставь помидоры. Да у меня инвентарь, так нас сосочниками забит. Я вот гадалки, не ходи, вольнул бы этого босса, если бы у меня было бесконечное здоровье. Что? Бесконечное... Конечно, тогда бы каждый вольнул, даже дед бы твой вольнул. Мой дед твой бабку варял. Что? Гали-гали. Я правильно услышал, вам нужно бесконечное здоровье? Да. А ты чё уж игреешь? Не знаю, как вам, но мне вот птичка на хвостке принесла, что кто-то где-то может помочь кому-то как-то чем-то. Ну блин, я так задолбался, что я уже на всю готов. Да уж. Ты идёшь? Лучше меня тряхнуть, ёж. Странные фантазии. Пойдём, пойдём, молодец. Шесть. Лады, ладушки. Что ж. Ну, что ж, видимо, потому что у тебя через кольчугу привстал, тебе уже не терпится получить взломашки наебашки. Правильно я понял? Просто, чтобы уточнить, о чём мы тут. Ты про режим бога? Бесконечное здоровье. Воу, 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 воу. Хреборис, куда призахли свой натрия, долбанат? Здесь у всего есть уши. Я просто предлагаю тебе уменьшить пожар твоего пердака. Бесконечно. Окей, да, ебаш. Нормально. Давай приступим. Нормально. Сколько стоит? Ну, допустим, 85 бакинских. Реальных, неигровых. Йоу. А тебе дорого? Окей. Тебе нужны предварительные ласки, да, сучка? Хорошо. Окей, окей, окей. Я вижу, ты с подружкой тут играешь. Стеснительная такая дамочка. А что, если я светку добавлю бесконечные стрелы в его колчан? Это не иносказание, но вообще кто знает. Окей. Да. По рукам. Давай читай. Ладушки. Игра средневековая, то есть это не фонарик упирается у меня. Ты готов? О-о-о-о-о. Нет. Упираться хреном в живот собеседника, это не вежливо. А еще, не читери, сука. Так что, что будем делать сегодня? Я не знаю, но я хотел вас спросить, а что ты делал со мной, когда я была грибом? Да забей. Я думал, может, с новых монахом пойдем, кто самый херен. О, я, кажется, читал. Обновление для Шмаркрафта выкатили с питомцами или что-то. А, с тех пор, как мои цикуса в пыль загладили, здесь мало питомцев. Да, жаль его. Так что, посмотрим? Да. Давай. А, привет, новобранцы, я профессор Магнезия. Подожди, что-то знакомое. Не, Магнолия. Что-то знакомое, как будто я что-то уже слышал где-то такое. Я рад, что вы прибыли, новобранцы. Понимаете, этот мир наполнен невероятными существами, шмарамонами. Для большинства шмарамоны это просто питомцы, но многие используют их для битвы. Йо-о-о, я понял. Шмарамоны? Очевидно же, что это плагиат покемонов. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Что-то нет, это же в точности как покемон. Нет-нет-нет-нет, не произноси этого. Не произноси покемона? Вообще ничего похожего. У нас здесь шмарамоны, это вообще другая херня. Ну да. Иногда вы можете даже поймать редких шмарамонов с помощью этого шмарабола. Ни стада, ни совести. Да. Но сначала вам нужно выбрать себе собственного шмарамона. Понимаете, когда я был моложе, я был настоящим тренером шмарамонов. А теперь, когда я стар, у меня осталось три шмарамона. Вы можете выбрать одного из трех, и он станет вашим стартовым шмарамоном. Хорошо. Дай-ка угадать. Есть огненный шмарамон. Шмармандер. Это писист просто. Также есть водный шмарамон. Сквертун. Мне нравится. А еще есть травяной шмарамон. Шмаразавр. Ну а как еще? Камон, это херня. Да, валим нахер. А кто это? Это же мой внук Грек. Он же ваш главный соперник с самого детства. Эй, я Грек, мне 10 лет. Сразимся. Та-да-да. Я хочу быть лучше всех. Та-да-да. Но пока что я говно. Но и говно может мечтать. Не спеши его смывать, да. Но если смоешь ты меня. По трубам пулей пронесусь. Та-да-да. Шмарамоны лучше всех. И меня ждет успех. Шмарамоны. Ну так, шо скажете? Это ж прям вонючий высер, так? Да, да. Ну то есть я понимаю, сегодня сложно придумать оригинальную идею, но это просто сраный высер. Старе Василии. Ну понятно. Не, я понимаю, шмарамоны все-таки это не для всех. Возможно, я могу заинтересовать вас чем-то новым. Чем, например? Новая карточная игра. Не хотите сыграть с квент? Ах ты, сукин сын. Играем. Вот, кс-поёб. И тут я осознал, что я кучерявое солнце. А кучерявым говном меня подписчики упорного канала называют. Привет, Рон. Шо ты, братан? Здорово, народ. Че, вялый как писюн? Я устал. Хоть ты не превратишься в гриб? Ой, да нет, я просто... Я даже не знаю, брат, с чего начать. Чего? Ты разучился в бодж кончать? Не без этого, но сейчас речь о работе. Моя работа превратилась в бесконечный гринд. Бро, главное не стань грибом. Это да. А что работы касается, меня же тоже повысили до управляющего целым отделом. Поздравляем бы? Не, я думаю, вскрыться. Если честно, это даже повышением нельзя назвать. Это просто больше работы. А я же в банке работаю, и получается, меня бабки постоянно окружают. А они такие старые, и я им постоянно одно и то же повторяю. Вы забыли свой пароль? Может, имя вашего дохлого кота? Вы забыли свой пароль? Может, имя вашего дохлого деда? Вы забыли... Да, у меня та же хрень. Приехала новая фура из Голландии. И там огурцы, 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 бесконечные огурцы эти. Бесконечные отчёты, накладные. Они просто бесконечные. И такое ощущение, что я живу в какой-то бесконечной петле. О, про петлю это прям в точку. Вот у меня в прошлом месяце я делаю отчёты, бесконечные отчёты. А к концу недели стопка отчетов не уменьшается, она поднимается вверх над моим столом. Иногда мне кажется, что я навсегда застрял в этой петле и не успею вырваться, чтобы досмотреть весь Порнхаб до конца. Так, смотрите. Как насчет, пока мы здесь, мы забудем обо всей этой нудной, повторяющейся работе и отдохнем немного. Порубаем в Шмаркрафт. Идет? Да. Супер. Хорошо. Да, ощущение, что мы целую вечность не играли вместе в Шмаркрафт. Да, давно не играли. Давненько. Шо мы вообще делали? О, мы выполняли этот большой квест для ведьмы на болотах. Нам нужно из огромного булыжника высечь засохшее говно бобра. Да, говно бобра, точно. Ну, видимо, веселье начинается. Супер, отдохнем от работы. Погнали. Скорей. Супер. Погнали. Супер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА